Больше суток в Одессе В Одессе шквальный ветер повалил десятки деревьев, об воздушной линии электросетей. Ливень был настолько сильным и стремительным, что за час потоком воды снес ливневой коллектор на Деволановском спуске, а на Балковской стал причиной схода грунта с моста возле автовокзала. К ухудшениям погоды городские коммунальные службы готовились. Благодаря этому удалось избежать худших последствий. По словам коммунальщиков, самые проблемные места, где чаще всего затапливают, так называемые ложбины. Во время сильного дождя туда стекают потоки воды, а с ними мусор, песок и листья. Ливневые колодцы забиваются, и в Одессе сложнее уйти. Это такие, как Приморская, Балковская, Таможенная площадь, Среднефонтанская площадь, Французский бульвар, Бильямс, Маршала Жукова, 25-я Чапаевская космонавтов, Люздорская Бреус. Для ликвидации последствий непогоды были задействованы 120 работников КП «Городские дороги» и 34 единицы спецтехники, каналопромывочные машины и лососы, тракторы под метальноуборочные машины. К примеру, на Балковской всю ночь под шквальным ветром и дождем работала бригада коммунальщиков и две машины спецтехники, и лосос, и каналопромывочная машина. Задача была – прочищать дождеприемные колодцы и рукава. Вытаскиваем все, что угодно. И номера, и колпаки, и тапки, мусор, бумажки, кульки и тому подобное. Они всегда забивают рукава, дождеприемные колодцы. Абсолютно на всех проблемных участках города, где затапливала улицы, всю ночь работала спецтехника, чтобы утром одесситы без проблем могли передвигаться по городу.